Чего только не находили в прошлом году актюбинцы в продуктах, покупаемых в супермаркетах, начиная с плесни и заканчивая тараканами. И как справедливо заявила по этим фактам руководитель облсес Нурсулу Беркембаева на встрече с представителями торговых сетей, ни одного комментария от последних под жалобами в соцсетях так и не последовало. И на эти обвинения никто из собравшихся в департаменте ничего не возразил. Увидели наши потребители на продуктах питания тараканы. Никто из вас не отреагирует, не пишет свой комментарий. Да, такой факт получился. У нас с таким-то предприятием есть договорное дезинфекционное мероприятие, однако он неправильно или не выполнял, как положено, свои договорные условия. Мы расторгли, мы заключили с таким-то договором и приняли все соответствующие меры. Извиняемся перед вами. Почему этого нет? В процентном соотношении основная доля нарушений при продаже продукта в супермаркетах приходится на маркировку, которая не соответствует требованиям. Таких недочетов было выявлено около 63% из всех нарушений. 21% пришелся на несоответствие требованиям по микробиологическим показателям безопасности, то есть несвежесть продукта. По итогам 2018 года, когда мы проанализировали жалобы, обращения, недовольства со стороны жителей города и области в социальных сетях, самое большое количество, это более 90%, жаловались наши жители на реализуемую пищевую продукцию в этих вышеуказанных торговых объектах. Это в основном просроченная продукция, продукция, которая не соответствует маркировке, продукция уже с признаками порчи, это плесень, гниль, это в основном овощи, фрукты, это даже наличие насекомых. Результаты лабораторных исследований выявили наличие болезнетворной бактерии практически во всех категориях продуктов на полках супермаркетов «Анвар» и «Дина». Это мясная, молочная, масложировая, рыбная, кондитерская и кулинарная, а также плодо-овощная продукция. В соответствии с законодательством, если ситуация не изменится, в департаменте по охране общественного здоровья заверили, что будет добиваться решительных мер, вплоть до приостановления деятельности проштрафившихся торговых сетей. Антон Пережогин, Мерлан Аманжолов, программа «Факт».